Донской монастырь Чтобы помочь человеку не просто его обогреть и накормить или прибежать в детский дом и подарить подарок, а так, чтобы это сработало на то, чтобы человек либо вернулся в общество, справился с трудностью, либо, например, как дети-сирота, нашел семью или вернулся к родителям. То есть не задача всех облагодетельствовать и тем самым сказать, что мы что-то делаем. Делать тот социальный заказ, который нуждается и государство, и общество, и та социальная группа, с которой мы работаем. Соцслужба в скором времени планирует вести необычный способ коммуникации с нуждающимися. Впервые в России появятся СОС-ящики. Поставим такие специальные ящики, чтобы люди могли обратиться за помощью. Не только написать записки обращения к Богу, но и мирские вопросы решать. Поэтому это такой формат взаимодействия с прихожанами, особенно с престарелыми людьми, которые нуждаются в разных формах поддержки. Как помочь страждущим, не навредив, и при этом духовно вырасти самому, помогут научиться в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре. Теар был святителем. Он жил в такое сложное, трудное, смутное время. Неоднократно терпел гонения и теснения со стороны власти. Но он все это перетерпел и явил нам всем чудо этого долготерпения, смирения. Вот, наверное, основной посыл в том, что времена не выбирают, в них просто живут и действуют. Поэтому этот центр, надеюсь, займет свое почетное место в деятельности социальных служб в Русско-Православной Церкви. Реальная помощь людям подчас сопряжена с такими трудностями, о которых начинающие волонтеры даже не догадывались. Это не разовый подвиг, а ежедневный кропотливый труд, требующий стойкости перед трудностями, терпения в общении с людьми и силы духа при столкновении, пусть даже с чужими, но настоящими людскими бедами. Этот груз едет в Калугу, к выпускникам детских домов. Я тоже решила помочь. Помогите и вы. Тот социальный заказ, та миссия, ради которой человек пришел, а миссия является ведущим, мотивом, да, почему я помогаю. Христа ради, или себя ради, или селфи ради, да. Вот с этим, если человек определяется, то мы уже можем говорить о том, что этот человек начинает быть боевой единицей, и ему можно пустить к социальным группам. Благотворительная организация Charity Shop помогает Центру Святителей Тихона принимать одежду от жертвователей. Для работы с полученными вещами компания нанимает тех людей, которые сами попали в сложную жизненную ситуацию. Известная истина о том, что человек, помогая другим, помогает в первую очередь самому себе, обрела в этом святом месте практическое значение. Здесь, благодаря волонтерам, социального центра Святителя Тихона и всем неравнодушным людям, умягчаются сердца и обретается надежда. Татьяна Осипова, Сергей Ярченко, телеканал Добро ТВ.